Как это? И милый шарик? По-русски, конечно. Можем, ведь они с нами. Ха-ха-ха. Э-э, чуть-чуть. Ха-ха-ха. Итак, Роберт, скажи мне, как ты спал твои уроки? Это было очень хорошо. Я с моим семьей. Я был в доме. Я был в Малдиве с моим семьей. Это было очень, очень хорошо. Первое было в Малдиве, а потом в Словакии? В Словакии, да. На Новый год я остался в Словакии. Потом я был в Италии за три дня. Только с моей женой. И потом я был в доме. И вечеринка была закончена. Поэтому я показывал. Папарацци! 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 Как дела? Как дела? Хорошо. Вот вы русский! Почему? Потому что... Потому что ты мой любимый игрок! Там нет. Кого нет? Я пил в Дубае. В семье. А потом дома. Дома. А ты хорошо? Ты закончил? Нет. Еще часа полтора. И потом финиш. Из Дубая ты выложил фотографию на Ягде, где был ты, Иванович, Жирков и еще какой-то человек. Я знаю, что вы там пересеклись случайно. И мой друг. Это твой друг? Да, я вот только хотел спросить. Кто он? Мой друг. Он тоже я тут был. Угу. И как всегда. В снежки играли? В снежки. В снежки? В снежки? В снежки, да? В снежки. У нас было 15 градусов. Ставия. На самом деле. И на самом деле. То, что нет их встречи в этот год. Не приезжали. Аминь. Доброго килограмма? Угу. Прислоть за отдых. Угу. В снежки. Ага. Я смотрел, как ты тренируешься каждый день в отпуске и думал, каково ему. Видишь, как я профессионал? Да, а ты просто? Иногда. То есть у тебя каждый день будет тренировка? Да. Тебе составили программу. Сколько часов в день? Иногда три. Нормально два, но иногда три. Потому что полтора тренировки, а потом полтора. А кому ты больше всего соскучился? С игроком. Ну вообще не одного специального, ну вообще. Но реально больше скучаю мяч. Мяч? Да. Но уже скоро. Потому что в свое время только бегай, бегай, бегай и разерносят, поэтому мяч скучаю больше. А как зубы? Чуть-чуть. Да. Смотрите, кто к нам вернулся. Рассказывай, как дела? Как прошли последние полгода? Хорошо. Управил эту историю. Я знал, что это была лига competitiva. Я смогу узнать много. И все же, всегда есть вещи позитивные. Из изменений. Так что, да. Теперь я рад. Я рад. Я рад. Расскажи, как ты провел отпуск? Что ты делал? Ну, я рад. Мне пока не было очень коротко. Потому что в Италии мы только один день. И... И ничего. Я был в шестернале 6 в месяц. Я родился на аталанты. И... Так что я могу было очень быстро. И что я мог бы пройти еще неделю. Я для меня. Я для меня. Я для детей и друзья. Я хорошо поднялся. И всегда я вернулся в Аргентинске. Очень красиво. Мы мы провели только на Снеги в Туринске. в моем городе, с моей семьей, с моими родителями. И после того, как мы остались в Мальдиве, только с моей женой и с моими детьми. Мы проводили много времени играть с моими детьми, на пляже, в моем доме. Но сейчас, это время для работы, для Зенит, для первой сезона, потому что это очень важно для нас. Начинаем в 2019, это лучший, лучший для Европейского чемпионата. В Бразилии, так же, как и в Аргентине, очень любят жарить мясо. Сколько стейков ты съел? Много, много. Каждый день, мы делаем мясо, мы говорим как сварка. И каждый день, мы делаем как сварка. Тебе повезло, мне кажется, ты вообще не толстеешь. Ты же довольно худой и, похоже, что у тебя очень быстрый обмен веществ. Это привилегия. Ну, я не могу ни ограничения, но когда начнется конференция, то есть, ты едешь лучше, но на vacaciones... Я говорил с каждым, кроме тебя. В русском, конечно. Да, в английском, в английском. Мои обучения я перейду в Португал, в моей семье, в моей семье, в моей жене в Лондоне и в Амстердам. Да, в моей семье. И вот так. Пошли время с моими соседями, моими друзьями. Они дали им какие-то hugs в моей семье, потому что я не потеряю их. Так что, так просто, как мне. Вы найдете айсбокс в Португале, чтобы практичить ски? Нет, но на первый день, когда я приехал в Руссию, я уже начинаю делать это. Но на улице они имеют много. Потому что они имеют много. Есть какое-то в Словении национальное блюдо, которое ты любишь? Еда какая-то? Есть. Йота. Что это? Йота? Да, это как суп. Ну, как сказать, по-русски. Ну, как борщ, но... С мясом? Нет, с мясом. С капустой. Что с капустой? Как он выглядит? Ну, черт его знает. Такое большое зеленое. Да, да, капуста. Капуста? Можно быть, я не знаю. После операции, через 2-3 недели, у тебя были щечки. Ты еще что-нибудь набрал. Да. Расскажи... Ну, сейчас уже с этим проблем не было, наверное, потому что 3 часа в день тренировки. Мне интересно вот что. Есть ли какое-то блюдо, которое ты дома очень любишь есть? Есть специальный суп. Как называется? Это рыба. Это как специально, только нет в Эквадоре. Гуякиль, Майкадур. Специально только там. С мясом? Нет, рыба. Рыба? А Гуякиль стоит, это морской город или нет? Да? Какая рыба? Имя. Да. Ты нет? Капаху, как ты нет. Ты нет? Ну, хорошо. Расскажи, что ты подарил своим близким на Рождество и что подарили тебе? А мои дети им дали много игрушек, много штуки, много чего им нужно. И, ну, они тоже им дали свои мечты. Так что... Что это смешно? А потом у нас есть очень красивая семья. И у тебя? Нет, у меня тоже. Ха-ха-ха. О-о-о-о. 300. Что ты подарил родным на Рождество? Какие-то... Секрет. Как Секрет. Ну, хочешь... А что подарили тебе? Ничего? Почему? Это... Семьи игроков Зенита. Если вы смотрите это видео, подарите им хоть что-нибудь. Вам никому ничего не дарят. Почему так? У меня только здоровье, наоборот. Только здоровье? Да. Ну ладно. Михе можете не дарить, ему нормально. Какие подарки ты дал твоему ребенку и твоему妻у? Хорошо. Это очень важно для нас в Италии. Это очень важно для нас в Италии. Но не только для подарков, но и для традиции, и для культуры. Мои дети... Только т-шер для футбола. И м-бол. Только для этого. Это очень счастливое. И моя жена... Одна. И это не важно для нас в Италии. И они дали что-то вам? Как праздник для меня? Нет, нет. Это не важно для меня. Это не важно для меня. Для моего Христа, в моем христе, в Туринку. В Казиолос центре для Канаса. И я беру деньги для Канаса. И я беру деньги для этого. Это очень важно. Это очень важно для меня. Это очень важно для меня. В Европейской Лиге мы играем против Фенинбахчиков. Как вы знаете о этой команде? Я думаю, что твои друзья играют здесь. И ты тоже. Да. Да. Это будет тяжелая игра, как всегда в Европейской Лиге. И я думаю, что Фенинбахчик это очень хорошая команда. Но мы будем готовить один месяц, чтобы подготовить. И я надеюсь, что мы подготовим очень хорошо, и мы сможем поделиться к следующей раме. Ты уже говорил с Мартином? Да. И что ты говоришь? Что они не в хорошем состоянии сейчас. Знаешь, у меня есть история о Мартином. Когда я был 12 лет, когда он играл здесь, он был один из моих лучших игроков. И я взял его фотографии и пошел к моему голову и сказал ему... Да. Да. Хорошо. Но его волосы не хорошо, но его фото очень хорошо. Да. Я хочу знать что-то круто об Стамбул, об атмосфере. Это будет тяжело для нас играть там. Если вы хотите купить что-то, в Грен Базаре. Хорошо. Что-то в футболе? В футболе? Нет. Это невероятно. Эта атмосфера в стаде будет прекрасно. Да. Они есть новый президент, они имеют новую позицию которая была в чемпионате раньше. И поэтому они с командой не проживают какие-то хорошие моменты в чемпионате но они также остановились. Они остановились, поэтому они зарегистрировали. И я думаю, что они будут лучше в следующей серии. Я надеюсь, не против нас, но до конца. Я надеюсь, что вы говорите с другими друзьями в Куньер Базаре? Нет. Только в Собаре. У нас есть фантастические отношения. И когда приходится Зенит и Куньер Базаре мы говорим что я тебя убил. Но это только шутболе. Давайте посмотрим. Это будет специальный момент для вас? Да. Да. Как я уже говорил, это было фантастическая экспириция в Туркции. И все люди там были очень хороши не только в клубе, но и в городе. Все все. Я чувствую счастливую. Это моя семья. Но конечно эти вещи не приходят. Я хочу у нас здесь группы.